Загадка гибели Клеопатры. Материал взят с дзен канала секретные материалы 20 века газета. Последняя египетская царица из династии Птоломеев Клеопатра, вопреки убеждению многих, никогда не была красавицей. По свидетельству знаменитого греческого историка Плутарха, ее внешность далеко не была тою, что зовется несравненной и поражает с первого взгляда. Зато Клеопатра обладала гораздо более ценными качествами. Всем, кто видел эту женщину, ее облик накрепко врезался в душу. Обращение ее отличалось неотразимой прелестью, вспоминал Плутарх. Огромное обаяние, умение убеждать и очаровывать, мелодичный голос, который поэты сравнивали со звуками лиры, а также роскошная фигура. Все эти качества с лихвой компенсировали недостатки во внешности. Впрочем, даже свои недостатки она умела превращать в достоинства. Она была воспитана в лучших греческих и арабских традициях и считалась более образованной и культурной, чем многие государственные мужи Рима. Знала несколько языков, в том числе арабский, который выучила первой из императорской семьи. С чужеземцами она, за редким исключением, общалась без переводчика, с легкостью настраиваясь на любое наречие. Непомерное честолюбие, ум, расчетливость, высокомерие и жестокость во многом предопределили успех этой неординарной женщины. По свидетельству некоторых историков, свою сексуальную жизнь она начала в 12 лет. Следуя египетской традиции, Клеопатра была замужем за своими младшими братьями. В 18 лет она стала женой одного из них, а после его смерти вышла замуж за второго, которому к тому времени исполнилось 12. Со вторым супругом Клеопатра интимных отношений не имела, но брак этот ей был необходим. Согласно традициям, царицей могла стать только замужняя женщина. Использовав брата в своих интересах, она избавилась от него, как только он стал ей мешать на пути к власти. Клеопатра отравила его через три года супружества. Свою сестру Антиною, неутомимая царица, с помощью сподвижников, также поспешила отправить на тот свет. Устраняя конкурентов в борьбе за власть, Клеопатра одновременно начала искать высокого покровителя, и такой покровитель был вскоре найден. Им оказался Гай Юлий Цезарь. Он-то и стал первым известным любовником египетской царицы. И это связь сыграла свою роль. Дело в том, что один из царедворцев, некий Потий, правивший в то время от лица малолетнего царя Птоломея, чуть не разрушил все ее хитроумные планы. Он пользовался в Египте огромным влиянием и умудрился изгнать Клеопатру из столицы. Вот тут-то ей на помощь и пришел Цезарь. Ночью, в сопровождении одного из своих друзей, Клеопатра в маленькой лодке подплыла к дворцу Цезаря в Александрии. Прячась от врагов, она спряталась в холщовый мешок, который ее спутник обвязал ремнем и внес во дворец. Цезарь был покорен смелостью и находчивостью египетской царицы, пленен ее обаянием и прекрасными манерами. Клеопатре в то время шел 22-й год. Став любовницей Цезаря Клеопатра упрочила свое положение в собственной стране. То, что ее новый возлюбленный был женат, не помешало ему позднее перевести Клеопатру и их сына Цезариона в Рим и поселить в одном из своих дворцов. Римляне негодовали. У Цезаря не было законных наследников, и их весьма беспокоил тот факт, что следующим правителем может стать Цезарион. Солдаты распевали на улицах песни, в которых Клеопатру во всеуслышание называли шлюхой. Впрочем, они были недалеки от истины. Развращенный нрав египетской царицы стал притчей во языцах. Атмосфера при ее дворе всегда была сладострастной. Клеопатра не только поощряла оргии, которые нередко продолжались неделями, но и сама принимала в них активное участие. Греки называли ее Мериофана, та, которая открывает род для десяти тысяч мужчин. Когда Цезарь был убит, Клеопатре пришлось вернуться в Египет. Некогда могущественная династия Птоломеев находилась в плачевном состоянии. Дабы спасти свое царство от гибели, Клеопатра решает найти другого покровителя. На этот раз ее выбор пал на нового римского диктатора Марка Антония. Она надеялась, что если Антоний станет царем Египта, в распоряжение египетского правительства окажутся римские легионы, и таким образом ее собственная власть и независимость ее страны будут сохранены. Чтобы соблазнить Антония, Клеопатра разрабатывает целый сценарий. К новому правителю в килийский город Тарс царица отправилась на золоченой ладье с пурпурными парусами. Темнокожие матросы погружали в воду посеребренные весла под звуки флейт. Сама царица похожая на богиню любви Афродиту возлежала под расшитым золотом балдахином в окружении самых красивых рабынь, изображавших морских нимф и прелестных мальчиков с опахалами. Многочисленные курильницы были наполнены благовониями. Экзотичное зрелище собрало на берега реки толпы людей, которые разнесли по окрестностям молву, что сама Афродита шествует к Дианису на благо Азии. Успех находчивой египтянки был предрешен. Антоний, подобно своему предшественнику, не смог устоять перед ее чарами. Новый римский правитель даже позволил Клеопатре увезти себя в Александрию. Царица не останавливалась на достигнутом. Пытаясь сильнее привязать к себе Антония, она проявляла завидную изобретательность, разделяя все увлечения нового возлюбленного. Она старалась сообщить сладость и прелесть любому делу, за которое бы он не брался, будь то охота, рыбалка или игра в кости. Когда присыщенный Антоний, переодевшись в платье раба, шел ночью бродить по городу, его верная подруга, одета ему под стать, его сопровождала. Не давая возлюбленному скучать ни минуты, Клеопатра по-прежнему любила участвовать во всевозможных оргиях. О ее сексуальной распущенности и ненасытности ходили легенды. Поговаривали, что в качестве платы за проведенную с ней ночь царица требовала жизнь храброго любовника. В современной Турции, в Алании, туристам показывают гору Клеопатры, с которой по приказу безжалостной египтянки сбрасывали ее возлюбленных. По преданию с этой горы царица предлагала добросить до моря камень. Тому, кому бы это удалось, была обещана ночь любви с несравненной Клеопатрой. В случае неудачи несостоявшегося любовника сбрасывали с этой горы. Однако докинуть камень, несмотря на, казалось бы, совсем маленькое расстояние до моря, не удалось никому. Подвох заключался в том, что восходящие воздушные потоки отбрасывали камень назад к скале. Коварство Клеопатры, ее изобретательность и стремление любой ценой добиться своих целей вскоре дали свои плоды. Антоний не только официально признал рожденных от него детей, но и оставил ради нее молодую жену Октавию. Чтобы устранить опасную соперницу, Клеопатра прикинулась безумно влюбленной. Она почти ничего не ела и выглядела истощенной. Но стоило римскому правителю войти в ее покои, она, утирая слезы, словно желая скрыть их от возлюбленного, устремляла на него горящий взор полной любви. Египтянке удалось вызвать сочувствие даже у окружавших диктатора Льстецов, которые убеждали Антония, что он убивает женщину, посвятившую ему свою жизнь. И сердце императора окончательно расставило. Итогом умело разыгранного спектакля стало объявление Клеопатры, царицы Египта, Кипра, Африки и Келесирии. А ее сыновей, рожденных от Антония, диктатор провозгласил царями царей, разделив между ними земли. Однако любовь римского правителя к египетской царице оказалась для него роковой. Разрыв отношений с братом бывшей жены Октавии привел к двухлетней войне, которая окончилась полным разгромом войск Антония и Клеопатры. Плутарх писал, что к началу этой войны Антоний до того превратился в бабьего прихвостня, что невзирая на большое преимущество на суше, в угоду Клеопатре решил вести военные действия на море. В среде императора поговаривали, что хитрая египтянка, опасаясь потерять Антония, если он победителем вступит в Рим, уговаривала его дать сражение только для виду. Во время решающего сражения Клеопатра, приказав поднять паруса на своих 60 кораблях, покинула место боя. Антоний бросился за ней, забыв про армию и флот. Легионеры ждали его возвращения целую неделю, не желая поверить в позорное бегство императора, но так и не дождались, сдавшись на милость Актавиана. Войска победителя беспрепятственно вошли в Египет, а Клеопатра с тремя верными слугами забаррикадировалась в мавзолее. Желая спасти себя от гнева Антония, царица послала к нему своих людей сообщить, что Клеопатра мертва. Реакция диктатора оказалась неожиданной. — Что ж ты медлишь, Антоний? — воскликнул он, обращаясь к самому себе. — Судьба отняла у тебя единственный шанс дорожить жизнью и цепляться за нее. С этими словами он бросился на меч. Рана оказалась неглубокой, и кровь быстро остановилась. Антоний корчился в муках, умоляя окружающих прикончить его. Но как только услышал, что возлюбленная жива, велел поднять его с ложа и отнести к дверям мавзолея. Однако Клеопатра дверей не открыла. Она приказала спустить веревки из окна, ими обмотали раненого, после чего царица и две служанки втянули Антония наверх. Склонившись над умирающим, Клеопатра лицом отирала кровь с его раны, называя его своим господином, супругом и императором. Антоний умер на руках у возлюбленной. В общем, неплохая смерть. Октавиан проявил благородство, позволив Клеопатре похоронить Антония. Она погребла его собственными руками с царским великолепием. Ее горе было искренним, душевные страдания повлекли за собой телесные. Прекрасная грудь царицы покрылась язвами. Началась лихорадка. Клеопатра отказалась от пищи, надеясь умереть. Но Октавию она была нужна живой. Мечтая увеличить свой триумф, он рассчитывал провести гордую Клеопатру, закованную в кандалы за своей колесницей. А дабы пленница не покончила с собой, он пригрозил ей расправой с ее детьми. Клеопатре пришлось подчиниться. Когда Октавиан навестил царицу, она вскочила в одном хитоне и бросилась ему в ноги. От былого очарования царицы не осталось и следа. Волосы свисали клочьями, грудь покрывали струпья и кровоподтеки. Взгляд потух. И хотя, по свидетельству Плутарха, ее прелесть и чарующее обаяние как бы проблескивали изнутри, даже сквозь жалкое обличие и обнаруживались в игре лица, Октавиан не дрогнул. На этот раз чары великой искусительницы оказались бессильны. Тот день стал для нее последним. После купания она возлегла к столу. Подали обильный завтрак, затем царица отправила Октавиану письмо, в котором умоляла похоронить ее вместе с Антонием. И выгнав из комнаты всех, кроме двух верных служанок, заперла дверь. Когда Октавиан прочитал письмо, то сразу понял, что произошло. Его подданные взломали дверь, на золотом ложе лежала мертвая Клеопатра в золотом царском уборе. Рядом корчилась в вагоне одна из ее служанок, другая, пошатываясь, поправляла диадему в волосах госпожи. По мнению некоторых историков, Клеопатра умерла от укуса змеи, которую ей принесли вместе со смоковыми, спрятанной под ягодами и листьями. Другие считают, что змею держали в закрытом сосуде, и царица вымадивала ее, дразня золотым веретеном, пока та не выползла и не укусила подставленную ей обнаженную руку. Впрочем, змею так и не нашли, и тайну гибели Клеопатра унесла с собой в могилу. Ее похоронили с надлежащей пышностью рядом с Антонием. Царице было 39 лет. Субтитры создавал DimaTorzok